Еще один пример того, как кавер-бенд смог превратиться в одну из самых популярных фанк-рок групп своего времени Сам Фоти Вуан Первую известность Сам Фоти Вуан получили в 1996 году на проекте Супернова Это канадский аналог Украина Май Таланты, Минута Славы и тому подобное А до этого это был обычный школьно-суденческий ансамбль под названиями «Новск» и «Каспер», исполняющий кавера и особо ничем не отличающийся от других подобных коллективов Но эти парни шагали в ногу со временем и еще до возникновения Ютуба познали все тонкости правков Камеру они везде и всегда носили с собой, снимая безумные выходки Вроде ограбление пиццерий при помощи водяного пистолета или танец Маки Сноу Дифференс перед театром Собственно, в какой-то степени это и послужило залогом их успеха По крайней мере, обратило на себя внимание продюсеров В начале нулевых, в третью волну популярности панк-рока, сам Фоти Ван подписывается на Исланд Рекордс И становится одной из самых популярных панк-рок групп Канады того времени, уже с первого альбома На сегодняшний день на их счету 7 студийных альбомов Номинация на Грэмми и 7 номинаций на главную канадскую премию Джуна Эвордс Где сам Фоти Ван дважды становились группой года Ну и еще 100 500 наград по мелочи О ком не все рассказать, пишите в комментариях